Для меня событием года стал уход Фернандо Алонсо из команды Феррари. Все завершилось, конечно, не так, как мне хотелось. Ты не чекал? Я не скажу, что я не ждал. Рано или поздно это должно было произойти. Команда Феррари очень-очень сильно стагнирует за последние годы. Мне, конечно, неприятно на это смотреть. Не с точки зрения симпатий к Феррари, а с точки зрения того, что это все-таки легендарная команда. И я думаю, многим болельщикам какие-то такие очень смешанные чувства, как бы они ни относились к этой команде, но все равно смотреть, как такая команда переживает очень непростые годы, довольно тяжело. И Алонсо, уход Алонсо отчасти, мы с тобой это уже обсуждали, отчасти можно воспринимать как тот факт, что он сдался. А с другой стороны, он уже не молодой парень, ему не 25 лет и тем более там не 20. У него осталось несколько лет карьеры в Формуле-1 и я его понимаю, он отдал, ну по сути, наверное, это лучшие годы своей жизни, потому что это идеальный баланс между опытом и еще свежестью своих сил. Мне кажется, это очень тектонический был трансфер Фернандо Алонсо из Феррари, я думаю, уже можно говорить, хотя, конечно, официального подтверждения еще нет, из Феррари в Макларен. В мене та же сама думка, але трешки ширша. Для мене подія року – это глобальні зміни в команді Феррари. И это зміни, которые начались из звольнения Стефана Доминікалі, потом стало зрозуміло, что идет президент Лука Деменцемело, который был с командой больше 20 лет. Потом стало зрозуміло, что из команды идет Алонсо, а потом стало зрозуміло, что из команды еще и Марка Маттяча идет. И теперь команда Феррари в абсолютно новом вигляді появляется наступного року в Пелотоні. Они уже говорят, что у них гирші показники з новою машиною. Команда дійсно зараз выкреслює все, что было, и будет з нового арку, чтобы малювать себе новые перспективы. Для меня это первая глобальная зміна Феррари на моей памяти. Все завжди было плавно, поступово, навіть зміни пилотов. А тут новый идол Ким Райкеннон для меня – это пилот, который теперь будет тем самым якором, который пока что тримает еще в минулому команду, но недовго. Два роки максимум даю Якимі, и его заменять на более швидкого молодого перспективного гонщика. Поэтому подія номер один – это изменения в команды Феррари. И мужайтесь в болевальники, скудерии, на вас ждут непростые роки. Но если Фетель настолько классный менеджер, как про него говоришь, он может выбрать правильных людей, вказать, как надо работать, и дать результат, дать фидбэк, у них есть шанс повторить частковую историю Михаиля Шумахера. Витископ – спортивное видео. Витископ – спортивное видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...